Сегодня в выпуске. Рабочий визит главы администрации в третью школу. Доноры Десногорска сдают кровь один раз в месяц. Митинг сотрудников полиции у Бюста Федосова. Очередное заседание административной комиссии. Программа газификации в Рословском районе продолжается. 12 марта глава администрации муниципального образования город Десногорск Вячеслав Владимирович Сидунков, его заместитель Сергей Валентинович Тощев и председатель комитета по образованию Римма Александровна Овечкина, посетили и третью школу города. Вячеслава Владимировича интересовал каждый уголок школы, ведь здесь он учился. Директор школы Раиса Ивановна Сотник с удовольствием показывала учебные классы и кабинеты, рассказывая о работе коллектива. Это будет не обычный класс, а класс будет модульный. Это будет первый класс. Вообще в России такой мудренный атом класс, таких еще нет в других городах. Это значит, что мебель будет необычная, мебель будет современная, которая можно будет трансформировать любым образом. Поставить ее ромом вам, поставить в той стеночке, то есть в любой модификации. То есть она будет на колесиках. Будут встроены пакеты электрического оборудования, где будет выход в интернет. Выход для дополнения лабораторных работ. Там напряжение должно быть меньше, чем 220 вольт. Ну и соответственно, чтобы подключить ноутбук. Каждое рабочее место ребенка будет оборудовано ноутбуком. Вот. Поэтому вот пока интерактивная доска, 3D-проекты нам обещают в качестве презента, подарка, так как это будет модульный класс. Ну вот руководственная станция решила, что да, что это именно модульный класс. Уже заказана мебель. Такая уже есть проект уже создана. В общем, уже посчитали смету, замену оконных блоков, потолка, светильник, ну и все это да. Решение принято. Решение принято. Значит, оборудование поступит 1-го июля, вот в этих промежутках. А 1-го сентября мы планируем, да, вместе с атомной станцией, вот торжественное открытие с представителями концерна, вот первых на открытие данного класса. Ну, начнем, да. Возначение, ну, то есть атомной станции, что означает это? Значит, это означает, это будет кабинет физико-математического направления для углубленного изучения предметов естественно-математического цифра, вот в этом классе. Но присутствует представитель концерна, и как бы предполагается, что это будет не только для изучения предметов физико-естественного цикла. Так как это будет модульный класс, то здесь смогут заниматься и педагоги, и литература, и искусство. Так как он будет оснащен интернетом, будет современное программное обеспечение, будет выход в интернет, то планируется здесь проводить уроки всех предметов учебного клана. Комиссия побывала в школьной библиотеке, актовом зале, бассейне и столовой. А музею, гордости школы, было уделено особое внимание. Глава администрации оставил пожелание в книге почетных гостей, которая хранится в школьном музее, и расписался на память. От внимания комиссии не укрылись и проблемы школы, которая в этом году отметит свой 30-летний юбилей. Несмотря на активную помощь шефов коллектива фирмы «Малая механизация» руководитель Александр Павлович Мореев, еще много нужно сделать. Кое-где требуется косметический ремонт, замена светильников и окон, приобретение и установка новой посудомоечной машины, ремонт канализации. Глава администрации пообещал помощь в решении самых острых проблем. Донорство в Десногорске развито давно более 150 человек имеет звание почетный донор. Пока в городе действовало свое отделение переливания, сдавать кровь было очень удобно. Забор производился два раза в неделю, плюс последняя суббота месяца была дополнительной. В этот день сдавали кровь доноры, у которых плотный рабочий график. С начала этого года отделение переливания крови переформировано в трансфузиологический кабинет. Возможность выполнить свою акцию добра десногорским донорам предоставляется только один раз в месяц. Я первый раз, когда наши приезжают сотрудники Смоленцев. Конечно, это не очень устраивает. Раньше мы подстарались, например, под любой день себе удобно. Может быть, хоть по субботам каждого месяца, последний суббот месяца, точнее всего. Но сейчас как бы, ну, народ идет. Ну, хотелось бы, чтобы вас обновили. Очень неудобно, очень много народу собирается. И даже проводился социальный опрос во всех социальных сетях. Вот, мы все голосовали, все хотели оставить эту станцию. Эта станция очень неудобная, которая приезжая. Очень много времени уходит, донор нервничает, гемоглобин падает. Поэтому, конечно, очень бы хотелось, если бы власти вернули нам станцию нашу. То, что сейчас раз в месяц, в принципе, мы сдаем раз в три месяца. Поэтому можно, конечно, подстроиться. Но все равно мы подстраиваемся как под свою работу. То есть, я, например, дневник с 8 до 5 каждый день работаю. Мне было очень удобно в субботу приходить. Очень много доноров в Десногорске. И безвозмездно ходили одно время, бесплатно сдавали. Поэтому станция города нужна. Сейчас в современной медицине цельная донорская кровь не применяется. Вся собранная кровь доставляется в область в специальную лабораторию, где из нее при помощи современных технологий получат необходимые компоненты. Десногорская медико-санитарная часть получает по два пакетика всех необходимых компонентов. А при экстренном случае для доставки в область будет отправлена спецмашина. Оборудование, которое было закуплено для нашего городского отделения переливания крови, сейчас законсервировано и ждет лучших времен. А доноры города не отказываются от своего нужного и важного дела. Я даже, если ничего не изменится, буду продолжать. Но хотелось бы каких-то изменений в лучшую сторону. Традиционный митинг в день трагической гибели старшего лейтенанта милиции Федосова Алексея Алексеевича состоялся у здания ОМВД России по городу Десногорску. «Прошло 22 года, но память о нем всегда жива». В митинге приняли участие родные и коллеги Алексея Алексеевича, ветераны и действующие сотрудники Десногорского отдела полиции. «21 января 2015 года исполнилось ровно 20 лет, как мы открыли бывшие сотрудники Десногорского ОМВД вот этот памятник Федосу Алексею Алексеевичу. При проведении страурных мероприятий мы, сотрудники, дали клятву Валентине Ананию о том, что мы не забудем ее семью, не забудем Алексея Алексеевича. Тот вклад, который он вложил, отдав жизнь при спасении данной семьи. Значит, на собрание Десногорского ОМВД мы решили собрать средства на памятник, что было сделано. Кроме того, общественность города, предприятия города внесли немалую лепту в данное мероприятие. Значит, отрадно то, что этот памятник был открыт впервые на Смоленщине. Нигде на Смоленщине не было памятника, посвященного сотруднику милиции. Отрадно и так далее то, что действующие сотрудники полиции не остановились на достигнутом. Они организовали сбор средств, сбор сведений о тех сотрудниках, которые погибли в годы войны, до войны. И открыли мемориал в городе Смоленске, где на плите высечено имя Федосова Алексея Алексеевича. Участники митинга почтили память Алексея Алексеевича минутой молчания и возложили цветы к бюсту героя. В минувший вторник, 24 марта, состоялось очередное заседание административной комиссии, на рассмотрение которой правоохранительными органами было представлено 8 протоколов по статье 27 областного закона «Нарушение тишины и спокойствия граждан в ночное время». Из 8 нарушителей на заседание явился всего один. С ним была проведена профилактическая беседа и вынесено решение о предупреждении, а на не явившихся наложен административный штраф в размере 1 000 рублей. Следующее заседание административной комиссии состоится 7 апреля текущего года. В условиях экономического кризиса особенно трудно искать пути социальной стабильности сельским поселениям. Они финансово ограничены собственным скромным бюджетом. Но, несмотря ни на что, сельские поселения в Россольском районе продолжают развиваться, привлекая сторонние источники финансирования и участвуя в областных и федеральных экономических программах. Так, Якимовическое сельское поселение уже не один год принимает участие в нескольких программах. Илья Иванович, осенью в октябре месяце мы были у вас с визитом и вы рассказывали о том, что в этом году вы должны добиться того, чтобы вступить в областную программу газификации. Мы вернулись к вам по весне, как и обещали, и просим вас, расскажите, чего же вы все-таки добились. 2014 год для нас был серьезным годом, тяжелым годом в плане социально-экономического развития, финансовой поддержки. Но благодаря нашим областным руководителям, в частности нашего губернатора Алексея Владимировича Островского, который позволяет развивать село через областные и федеральные программы. Естественно, у нас своих денег очень мало заложено в бюджете для этих целей, можно даже сказать, что не заложено. А благодаря областным и федеральным программам мы добиваемся вот этих целей, куда мы стремимся для блага нашего поселения, для наших жителей. Действительно, в 2014 году мы попали в программу по газификации пяти вновь созданных улиц. На сегодняшний день уличный газопровод проложен уже полностью, установлены ГРП и готово все для подачи газа частным домам. В 2014 году в декабре месяце мы получили положительное экспертное заключение на последующие 602 земельных участка, где уже строятся жилые дома. В этом году мы направили все необходимые документы также в областную администрацию, чтобы мы попали в дальнейшем в программу по газификации улиц вот к этим жилым домам. А в 2016 году мы стоим первые на очереди на газификацию новых построенных улиц. Вы рассказывали о том, как вы будете ремонтировать и строить дороги. в 2014 году мы положили твердое покрытие, это асфальт улица Ленинская, улица Зареченская, общей площадью около 2500 квадратных метров. У нас запланировано на 2016 год за счет фирмы Москва-Бобруйск. В Калуге было два арбитражных суда, я лично выезжал туда и есть положительное решение Калужского арбитражного суда, чтобы обязать управление Москва-Бобруйск осветить уличное освещение трассу в селе Якимович и деревне Крутогорка, а с другой стороны проложить пешеходный тротуар за счет средств управления Москва-Бобруйск. То есть это средства внебюджетные, это не наши средства, потому что, как я уже сказал, у нас очень скудный местный бюджет. И мы добиваемся, чтобы наш Якимович был социально устойчивый или твердо экономически развивающийся населенный пункт за счет других источников, которые предусматривает наше законодательство. Имеется проект для строительства надземного пешеходного перехода по трассе Москва-Бобруйск, это по нашей улице Большая Советская, в районе магазин Карина. И будут стоять ограждения, и жители, пешеходы не смогут перейти трассу там, где им нравится. Строго будут переходить по надземному пешеходному переходу для обеспечения безопасности и дорожного движения и сохранения жизни пешеходов. Мы проехали по объектам строительства газопровода и убедились, что результаты говорят сами за себя. Улица долгая. Два года назад на этом месте было поле для посева зерновых культур. Но сейчас мы видим, здесь растут жилые дома. На данном поле разбито 682 земельных участка. На данной улице уже получено положительное экспертное заключение на строительство уличного газопровода и имеется положительное экспертное заключение на строительство уличного газопровода и проектно-сметная документация. Мы находимся на улице Нагорная. Это первые 80 участков, которые мы в том году говорили, что мы планировали их газифицировать. Теперь мы видим по факту. Имеется ГРП газовая, где на данный момент уже имеется природный газ. И дома этих улиц уже имеют возможность подвести газ к цоколю дома и подвести газ во внутрь дома и подключиться. Это ГРП перспективное, так как планируется дальнейшее газифицировать 602 участка. Это около 30 улиц, как я уже сказал, где получено положительное экспертное заключение. Так что мы видим, что дома растут и наши земли вплотную приближаются к землям города Десногорска. Глава администрации Рослальского района отметил, что Якимовическое сельское поселение одно из самых стабильно развивающихся и перспективных на Смоленщине.